Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Этим летом мы провели несколько прогулок по допотопной Москве в поисках доказательств уничтоженного города в результате войны середины XIX века. Данный фильм посвящен нескольким фрагментам одного из маршрутов по теме 1905 года «Маршрут и району Трехгорки». Мы нашли помимо засыпанных зданий несколько интересных объектов, которые доказывают, что под Москвой есть город. И эти объекты скоро будут утрачены, их оставляют разрушаться, чтобы на месте памятника истории построить очередной супермаркет или стеклянную офисную коробку. «Маршрут» разработала Нина Расторгуева. На этих прогулках собираются люди, которые хотят понять, осознать, что произошло, разобраться в этой теме, научиться распознавать скрытые знаки и отличия старого допотопного дома и новодела. Вот. И еще, значит, здесь находилась приездная слобода. То есть люди приезжали с Волоколандского, с направлением Волоколандского, и они были приездной слободой, и они были приезды, и потом уже как-то прорабатывали. И к тому же еще здесь располагался царский зверинец. Ну, знаете, где у нас зоопарк. Там, в древних времен, царский зверинец. И вот эти круги, которые в зоопарке, вот так вот, вот так вот. И вот как раз вот от этой речки Пресне образованы, собственно. Вот. Ну, в общем, сейчас мы пойдем смотреть то, что тут осталось интересного. Я буду по официальной истории, а Галина будет то, что уже по нашей теме проэкспортирована. 21, 28 сентября и 5 октября будут проходить очередные прогулки по допотопной Москве. Кто хочет записаться, ссылка будет дана в описании. Писать на почту. А еще мы вспоминаем тех, кто погиб без вести. Простые жители города, память о которых старательно затерли, не было ничего. Смотрите мой фильм «Стихотворение». Это ответ официальным историкам и критикам. Останки жителей то и дело находят при очередных раскопках, при прокладке труб в старых подвалах. Это не только в Москве, это по всем городам. Как говорят археологи, нашли очередное захоронение. И останки находятся в непотребном виде, в раскореженном виде, якобы двухтысячелетней давности, в глине. Но мы-то знаем, кто это и когда погибли. Уже знаем. И вытаскиваем на поверхность масштабную ложь о недавней катастрофе 19 века, помимо локальных войн, которые вписали в историю. В целом, мы провели большую исследовательскую работу за серию таких прогулок и пришли к выводу, что катастрофа была масштабной. И город Москва, или как он назывался, на самом деле был гораздо больше тех границ, которые ему определили псевдоисторики со своим культурным слоем. Трудно принять то, что дома были такие же, как наши сталинки. Были и особняки, но не хатки, деревянные избы, от слова «избыть», «переждать». Избы появились на разрушенном и засыпанном городе, как необходимость выжить. Кстати, многие здания сохранили свои стены и вписались в новый, восстановленный и отстроенный город. А чтобы это не очень бросалось в глаза, стены тщательно закрашивают. И по толстым слоям сложно понять, где дострой и где восстановление. Однако там, где краска сошла, то там, то тут всплывают неумолимые улики прошлой катастрофы 19 века, на которые наложились и восстания 1905 года, и революции 1917 года, и бомбежки 1941-1942 года. Многострадальные наши города. Вот владельцы фабрики, было несколько соколений, и вот они, значит, согласно на свою официальную историю, они очень заботились о рабочих, они строили больницы, амбулатория, там была кухня, там много-много чего. И в том числе они строили казармы, где жили рабочие фабрики. Вот это как раз дом, это были казармы. Для работников. Вот, причем в то время дом был всего лишь вот до этого карниза, вот видите? В середине идет карниз. Вот он вот такой. Даже в музее, когда мы придем в музей Пресни, в конце экскурсии, вы увидите фото этого дома, он действительно вот тут досюда. Нет, вот тут, конечно, это. Вот тут, вот тут. Нет, вот средний, вот до среднего карниза. А вот это уже после революции, там, во время советской власти, вот эта верхняя часть была подстроена. Вот мы посмотрели, когда там пришли, вот сейчас тоже увидим окна, вот такая вот ширина. Вот смотрите, видите, вот между рамами вот такая вот ширина. И, ну вот, это лично мое мнение, что вот до потопа отопление не требовалось, потому что температура была выше, заранее было таких зим суровых. И достаточно было вот этого вот расстояния между двумя рамами. Летом, по-видимому, утреннюю раму снимали. Вот, так как вот, я просто видела некоторые здания, где такие рамы, там не было отопления, там, ну, не было батареи, не было ничего. Может быть, сняли? Может быть. Смотрите, в стенах еще один. Вот проем вот этих боковых и проем с рамами. И посмотрите, снизу подложено, заполнено расстояние до рамы. И сверху уменьшен, проем уменьшен окна. А потому что, вы знаете, мы тоже, в одном тоже вам покажем, делали раньше рамы вот такие, круговые, другообразные. Мы вам покажем. Да, мы покажем. Я про это же и говорила, что это уже переделано. Да, нет, это безусловно. Этот дом, соответственно, с засыпанными окнами. А с дороги, если посмотреть, сохранилась одна кирпичная колонна от когда-то больших, наверное, красивых ворот. Колонны это тоже подзакопано. На какую глубину, трудно сказать, она предохраняется цементным раствором от разрушения. Современные железные ворота, пристроенные прямо к дому, к стене, так не строят. Они были когда-то между двух кирпичных красивых колонн. Возможно, дальше там тоже должно было быть какое-то здание, которое не сохранилось, и информация о нем не сохранилась вообще. Я искала информацию о многих пустующих, пустырях, так сказать, где остались, а станция, но информации нет от слова совсем. Ноль. А ведь это были дома, в них жили люди. Они влюблялись, они переживали. Ну вот так. Да, сейчас он... Слушайте, раз это с храмом, это могло принадлежать, кстати, храму. Могло быть храму принадлежать, да. Если у храма тоже белый камень такой, то скорее всего... Потому что там с той стороны тоже строение, и оно им принадлежит. Вот здесь, смотрите, здесь у нас частично кирпич, частично перекрытие вот этими блоками. Тут какой момент? Блоки использовались всегда, и как бы в той древности, которую они называют древностью. Я имею в виду даже по Крыму, если брать вот эти все постройки Херсонеса, еще чего-то, но у них немножко он другого качества, но такие же блоки, блоковые вот это, известняк. Литые, да, это литые, это не колотые. Это могло быть и 18 века, и 16 века, как угодно. Но могло быть и современное. Вот сверху у нас залита бетонная плита. Вот здесь тоже бетонная плита. То есть здесь уже мы видим над строем. Хотелось бы, конечно, вот кусочек взять вот этого блока, чтобы посмотреть, что он... Но сейчас мы пока просто предполагаем. Но дело в том, что я сомневаюсь, что после Сталина строили вот эти арочные вещи. Их уже никто не строил, потому что, наоборот, все это упрощалось. Вот колонны, да, срезаны. Ну, это уже новодел, это уже как бы литье советское. Вот это вот бетон советский. А вот эти вот блоки мы оставим под вопросом. Мы не будем ничего утверждать, потому что мы наверняка не знаем. Оставим вот под вопросом вот эти вот блоки. Вот что это за здание здесь стояло, да? Какой-то фундамент. Вот там мы видим толстяные тоже стены. Перемычка уже могла быть свеженькой, да, на железке. То есть мы видим кирпичное, там изнутри кирпичное здание. Вот внутри мы видим стены из кирпича, которые могли быть облицованы впоследствии вот этим вот. Это может быть и новодельный вот момент. Но может быть там конца 19 века, может быть начало 20-го. Но изначально там красный кирпич, потому что... Смотри, какие белые кирпичи такие странные, они все разного размера. Ну какие-то квадратики какие-то, смотри, тонкие такие, вот толстые. Ну да, ну да. Какие-то нестандартные. Ну короче говоря, оставим это для загадок. Вот этот... Они похожи на простые блоки, которые... Но мы видим вот эти стены из кирпича внутри. И уровень, вот сейчас мы увидим, потому что здесь вот у нас засып, это облицовка. Не могу сказать, у меня есть вопросы. Они выглядят вот... Вот это арки. Она какая-то нестандартная таблицовка. Смотри, вот большой кусок вот лежит, да? Вот вроде маленький. Вот давай оставим ее. Не будем спорить. Давайте оставим, потому что у нас нет... Вот этот кусок могли просто вставить. Вот это новый. А вот эту арочную партнерку? А вот эти маленькие, вот это вот старое изначальное. Вот. Поэтому мы меняли когда-то такие внуки. Но дело в том, что у них цвет один. Смотрите, у них совершенно один цвет. Вот эти вот... И стаймы прям подгоняют. Подгоняют. Вот на школьной улице, там этот дом сейчас не видно. Попытка найти информацию по этому дому или строению, вот этому останцу, не увенчалась успехом. Вот это место, оно вообще никак не обозначено. Хотя мы видим, что здесь четко было когда-то здание, дом полноценный, из красного кирпича. Стены уходят под уровень земли. Это видно с улицы. К сожалению, невозможно распознать камень современной, ну скажем так, новодельной облицовкой. Или что это? Но я все-таки предполагаю, что это новодельная облицовка. Ну вот, пустое место. А ведь здесь когда-то жили люди. Они рождались, они влюблялись, они ссорились, ссорились, выясняли отношения, переживали, сострадали, болели, умирали. Как корова языком слезала. Вот что происходит с нашей историей. Вообще ноль информации по этому месту. На этом перекрестке есть еще один интересный дом и двор, в который нам повезло зайти. Он был открыт. Их даже эти дырки не закрыли. Ну и они по всему периметру мы видим. Это полноценные окна. Это говорит о том, что дом стопроцентно это был полноценный этаж. Вот они там везде по периметру. Вы знаете, тут трудно сказать. Вот я еще раз говорю, представьте себе взрыв. Какие-то стены самые крепкие, несущие, могли остаться. Обычно падает кровля и перекрытие. Что восстанавливают? Стены оставляют, если даже она вот какая-то, ее мы же не видим под штукатуркой, что там. Мы это видели вот в Нижнем Нограде, я показывала, у меня еще там будет дальше. Там меньше штукатурки и там видно, вот как в старых городах, как вот достраивали. Один кирпич, что-то деревом, что-то вообще щитками. Вот во Владимире так. Да, это может... Вот. А, туда пойдем? Пошли, ладно. Пошли там. Каждому дому у нас пристроена... Да. Печь. Печь. Котельная. Это не архитектурное решение, это уже вынужденное приспособление для того, чтобы можно было жить. Вот, вытяжная. Вытяжная, пожалуйста, да. Которая стоит прямо вот посреди двора. Вау! Откуда она? Как далеко-то. Вот она, вот она. Бомба убежала. Мы еще, когда были маленькими, мы лазили через эти трубы. Она ее отсвечивать не дает. Вспышка закрыта. Надо было фонарик открыть. А я могу открыть? Когда вы сводили первые верхние три этажа, там появился дворец. Он там добавил... А вы там были? А? Вы там были? Да. Это от подвала. Там подвал? Даже без пыши. Вообще, это труба просто вытяжная. Там нету... Бомбоубежица там. Житель говорит, что внизу подвал. Ну да. Мы правильно определяем, что здесь есть подвал. Понимаете, да? Они нам подтверждают, жители. Ну ты же лазил. Нет, ну я лазил, а тут... А он просто... А там какие перекрытия? Звучитые. Прямой? 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 Два рыбка. Так, ну что, пойдемте дальше. Бомбоубежище. Справка. Защитное сооружение. Объект гражданской обороны предназначалось для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия авиабомб и снарядов, обломков, разрушенных зданий и отравляющего действия ядовитых газов. По последнему признаку является прямым наследником газоубежищ, строившихся в 1920 году. Первой половине 30-х годов. Строились с 30-х по 40-х. Впоследствии многие перепрофилированы под убежище от ядерного оружия. Ну, возможно, что это и был вход уже сделан в газоубежище, которое строилось в начале века. Но, однако, по отдельным останцам мы видим, что стены там из красного кирпича, который уходит в землю, это не бетон советский. Соответственно, там подвалы есть, они просто использовались, выходили во двор. Ну, уже делали именно газоубежище или бомбоубежище. Но здесь есть информация о том, что если бомба попадает, вот обычная авиабомба, ну, скажем, тысяча килограмм, то она, многоэтажный дом, может пробить девятиэтажку и притормозиться где-то вот над первым-вторым этажом. Если она попадает в центр двора, то шансов, конечно, нет никаких. Это не спасет. Вот здесь есть методы расчета. Вообще бомбоубежище спасало в Москве это метро. Но только тех, кто мог добежать до этого метро, там, где оно было рядом. В остальных дворах только вот подобные укрытия. Они могут спасти не от прямого попадания, а только от разрушения кирпича и ядовитых газов. Это был один из фрагментов одного из маршрутов по допотопной Москве. Маршруты у нас очень большие, длительные, не менее где-то четырех часов. Есть еще шанс попасть на подобную экскурсию. Их будет, наверное, всего три в этом сезоне. Так что оставляйте заявки на почту, присылайте. Продолжение будет. Есть очень много интересных объектов. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Субтитры создавал DimaTorzok